Поддержка рождаемости, развитие здравоохранения, строительство жилья. В региональном правительстве подвели итоги реализации национальных проектов. В начале заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал коллег обращать особое внимание на быструю и грамотную реализацию национальных проектов, а также оперативно реагировать на любые возникающие трудности. Нет не решаемых проблем. Просто нужно вовремя эти вопросы понимать и расшивать. Слушать все стороны и снимать эти вопросы. Кроме того, глава региона отметил, что управлять заполярием станет проще благодаря единой цифровой платформе, которая помогает работать региональному правительству, собирать и анализировать информацию, взаимодействовать с жителями. Это платформа, единая цифровая платформа управления регионом, которая сегодня заработала в центре управления регионом. И теперь, вот с 1 июля, все объекты, проекты, они будут доступны и видны для ответственных руководителей. По словам Андрея Чибиса, результаты прошлого года, несмотря на всю его тяжесть, стали выше, чем в 2019-м. Почти на 95% выполнение от общего плана. Задача этого года – реализовать все незавершенные проекты. В этом году все эти проекты, объекты реализовать. У нас их 370. В этом году нужно завершить строительные конструкции, ремонты по 350 объектам. Это огромное количество. Но принципиально важно, чтобы это было сделано. Губернатор отметил хорошие темпы дорожных работ. Своё положительное влияние оказала разработка нового порядка заключения и исполнения контракта. Теперь подрядчик вынужден предоставлять результат своей работы поэтапно. По поручению Андрея Чибиса, все ремонтные работы должны быть завершены до 1 сентября. Темпы ремонтных работ по дорогам выше, чем в прошлом году. Наша задача – посмотреть ещё на те участки дорог, которые не вошли в этот полород, и попытаться дополнительные деньги получить из федерального бюджета. Мы этим сейчас занимаемся для того, чтобы в этом году ещё больше дорожного полотна отремонтировать. Предварительные итоги реализации национальных проектов предоставила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. У нас, безусловно, в качестве достижения, в качестве уже таких результатов заметных, это то, что начаты работы по всем общественным пространствам, которые мы делаем в рамках проекта формирования комфортной городской среды. У нас активная фаза идёт по дорогам и по городским агломерациям в Мурманске и в Коле, так и по дорогам регионального значения. По словам заместителя губернатора, в условиях набирающей темпы пандемии приходится сталкиваться и с определёнными трудностями. В большей степени это касается проектов здравоохранения и демографии. Сейчас идёт опять акцент на разворачивание коек, на организацию работы красных зон, и мы вынуждены уже начинать работников из привычного звена переводить в эти красные зоны. И, конечно, сейчас самые большие риски у нас именно в этой части. Проекты здравоохранения и демография, к слову, являются самыми капиталоёмкими среди других. Общий объём финансирования составил около 15 миллиардов рублей.